Евгений Леонидович, здравствуйте. Добрый день. В первую очередь, конечно же, хочется узнать Ваше впечатление от прошедшей пленарной сессии. Какие моменты Вы для себя выделили бы самыми актуальными, самыми важными, о которых говорили сейчас на пленарке? Ну, для меня первое, было очень интересно услышать про потенциал развития Сахалинской области. В выступлении губернатора, где он рассказал свое видение на ближайшие 10-15 лет. Очень полезным и интересным было выступление Романа Юрьевича Дашкова. Действительно, рост отдельных отраслей невозможен без комплексного подхода и к людям, и к человеческим ресурсам, и к транспорту. Логистики, к развитию индустрии с точки зрения поставки комплектующих, оборудования и так далее. Вот, и фактически, вот я тут пошутил, что последний слайд Романа Юрьевича, это фактически иллюстрация советского госплана, где все должны объединиться и скоординировать все свои активности, включая правительство, федеральные власти, местные власти, бизнес, ну и, соответственно, уже реализуемый проект. Ну, с другой стороны, этот госплан принесет на мощную пользу. Да, безусловно, безусловно, значит, Сергей Борисович Бодилев на высоком уровне провел, скажем так, постоянно внося какую-то живую мысль в зал и постоянно вызывая там то улыбки, то размышления, что в таких, ну, скажем так, пленарных заседаниях бывает нечасто, и часто это превращается просто в скучное изложение каких-то фактов. В данном случае этого не было. Хороший ведущий на вес золота. Да. Скажите, пожалуйста, вот действительно очень много озвучивали на пленарной сессии там таких глобальных планов, эгазификация до 2026 года и другие, и другие. Вы, насколько я понимаю, заняты в сфере цифровизации. Вот насколько во всех этих вопросах важна цифровизация своевременная, правильная, в том числе там с искусственным интеллектом? Ну, значит, в двух словах буквально. Группа компании «Инфотекс» 30 лет на рынке. Вот буквально две недели назад мы компании, головной компанией «Инфотекс» исполнилось 32 года. Вот, значит, мы, основное направление деятельности – это информационная безопасность, защита коммуникаций. Но последние там 5-10 лет у нас появились направления, связанные с обеспечением индустриальной безопасности, ну и, соответственно, значит, систем, индустриальных систем, построенных на базе распределенных реестров, блокчейна. Вот, и в этом плане я хочу отметить, что попытка, ну, как бы с моей точки зрения, потому что все-таки, значит, тут некая субъективная оценка, значит, попытка в лоб догнать текущее, сократить текущее отставание, значит, в микроэлектронике, обеспечить там 100% компонентную базу, наверное, ну, скажем так, не очень эффективно. Тут я согласен с мнением губернатора, который сказал, что нужно ко всему подходить разумно и сочетать элементы российско-импортные и так далее. С другой стороны, цифровая трансформация – это на самом деле не про автоматизацию. Цифровая трансформация – это про изменение бизнес-процессов, в том числе классических бизнес-процессов. И здесь бизнес должен ставить, вот, последняя была презентация консалтингового агентства на тему того, что нужно идти от результата. То есть, фактически, значит, бизнес заинтересован в результате, например, там, своевременной поставки определенного количества газа, соответственно, на рынки, на мировые рынки. Вот, и здесь цифровые технологии в ряде случаев позволят сократить необходимость использования такого количества зарубежных, в том числе, компонентов, перейти больше на распределенные софтовые решения. Ну, и к тому же, как я понимаю, этот форум может помочь заместить недружественные страны дружными. Да, да, безусловно, да, конечно. Ну что ж, спасибо большое за интервью. Спасибо. Сейчас, да, надеемся на плодотворном форуме. Спасибо за приглашение.